Добрый день! Вы смотрите Итоги дня. С вами Светлана Карпухина. Что произошло в Ульяновской области 27 июня, расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. Ульяновский проходит форум «Цифровая трансформация лесного комплекса». Затор найден, необходима замена трубы. Маришкин родник начали приводить в порядок. Тепло в ноябре. Ульяновская драма приглашает на премьеру. В регионе проходит летняя школа по Кио-Кусинкай. В последние дни внимание общественности приковано к особо охраняемой природной территории в сердце Ульяновска. Речь о Маришкином роднике. Место сильно подтопило, пока в причинах решения проблемы разбираются профильные органы, городские службы приступили к откачке воды. Памятник природы и излюбленное место отдыха. А Маришкин родник сейчас представляет собой плачевное зрелище. Территория у источника скрылась под водой, а место отдыха медленно превращается в болото. Причиной внештатной ситуации специалисты называют трубы, которые отводят воду из родника в русло реки Симбирка. Из-за строительного мусора и ила образовался сильный затор. С этим и предстоит разобраться инженерным службам. Были задействованы такие предприятия города Ульяновска. Это УМУП «Водоканал», «Гражданская защита», «МБУ Доримстрой», «Инженерная защита». С помощью спецтехники уже удалось откачать тысячу кубометров воды. Засор частично прочищен. Вода от истока родника немного отошла. Однако глобально проблему подобные действия не решат. Необходим комплексный подход. По информации городской администрации, более 50 лет назад жителями была проложена труба хозспособом. За столько лет она пришла в негодность. По предварительным данным мы хотим ее заменить в ближайшее время. В данный момент мы выполняем перекачку данного водоема в другой водоем. Почему? Для того, чтобы освободить коллектор для дальнейшего его прочистки и замены. Напомним, что Моришкин родник является фактическим источником подземной реки Симбирка, которая впадает в Свиягу. В будущем планируется провести топографические обследования реки. А пока, 28 июня, на территории родника проведут субботник, чтобы убрать скопившийся мусор. Анна Тищенко, Улправда, ТВ. Сегодня в Ульяновской области проходит Всероссийский форум «Цифровая трансформация лесного комплекса». Со всей России и Белоруссии в город на Волге приехали представители профильных ведомств, чтобы обсудить внедрение современных технологий для охраны природы. На мероприятие побывала наша съемочная группа. В прошлом году Ульяновская область вошла в число регионов, где в пилотном формате внедряли информационную систему лесного комплекса. Каждый человек в свободном формате может изучить весь лесной массив региона, ознакомиться с особо охраняемыми зонами и заповедниками. Опытом внедрения современных технологий поделилась исполняющая обязанностями министра природных ресурсов и экологии Ульяновской области Наталья Аюкаева. На форуме «Цифровая трансформация лесного комплекса», который в эти дни проходит в регионе. Цель форума – это перевести лес в цифровой формат, то есть обеспечить прозрачность древесины от ее заготовки, то есть изделянки, до пункта переработки и до изготовления продукции конечной. То есть декриминализировать лесную отрасль, сделать ее более прозрачной, доступной как для органов исполнительной власти, для арендаторов лесных участков и для всех жителей нашей страны. Все леса региона – оцифрованные. Лесопользователи создали свои личные кабинеты в Федеральной государственной информационной системе. 11 услуг можно реализовывать на портале, но пока в пилотном проекте доступны только 9. Прием лесных деклараций, различных отчетов, проектов освоения лесов и многое другое можно осуществлять в Федеральной информационной системе в ГИСЛК. Онлайн-учет всех изменений на территории лесополосы, как природных, так и сделанных человеком – мировая практика. Ключевое событие этого года – это развертывание и внедрение в ГИС лесного комплекса. Эта система – это цифровой двойник леса, который позволит оцифровать все процессы в лесу, государственные услуги и получить полноценную, достоверную картину, что происходит в лесном хозяйстве и как им управлять. Ключевые плюсы – это открытость и доступность информации о лесе. У нас уже сейчас работает публичная лесная карта. Можно зайти на нее и увидеть конкретные лесосеки, делянки, лесные кварталы, в отделах характеристики лесов. Современные технологии можно использовать не только для создания цифрового двойника леса, но и, например, в тушении и обнаружении пожаров. На форуме рассказали про использование беспилотников в природно-охранной сфере. Специалисты отрасли поделились и опытом внедрения искусственного интеллекта. Привезли на форум и уникальные разработки. Мы приехали с нашей новой разработкой, с аппаратурой спутников и связи. Это наша разработка, данная аппаратура, она будет служить помощником с точки зрения контроля тех автомобилей, которые будут использоваться в том или ином направлении. В рамках этой разработки мы как раз и разработали данную аппаратуру спутников и навигации, которая позволит упростить контроль за передвижением автомобилей, в рамках которой будет проложен некий трекер, по которому будет отслеживаться вся траектория автомобилей, которая используется в лесном, например, хозяйстве. 28 июня подведут итоги форума, а в правительстве региона подпишут соглашение между Ульяновской областью и Республикой Беларусь о взаимодействии Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса Российской Федерации с единой государственной информационной системой учета древесины и сделок с ней. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, УПРАВДА ТВ Ульяновская госавтоинспекция продолжает путешествовать по детским летним лагерям и обучать школьникам правилам дорожного движения. На этот раз дети из пришкольного лагеря лицея номер 45 при УГТУ вместе с ульяновскими инспекторами участвовали в акции «Безопасное лето детям». Открытый урок был посвящен правилам безопасного перехода проезжей части. Не оставили без внимания инспекторы и основы управления велосипедами и самокатами, а также рассказали, как обезопасить себя от случайных травм с помощью защитного снаряжения. Ребятам раздали памятки о правилах дорожного движения и светоотражающие брелки. В завершение встречи все дети покатались на виртуальном автосимуляторе, а затем пересели за четырехколесный тренажер и отправились оттачивать свои навыки на открытые площадки детского автогородка под присмотром сотрудников госавтоинспекции. Бывший декан факультета Института гражданской авиации предстанет перед судом за получение взятки. Сотрудники УФСБ России Пульяновской области и Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России пресекли деятельность горе преподавателя. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фигурант в период с 2020 по 2023 год получал через посредников от студентов заученного отделения Института денежные средства за успешную сдачу экзамена без фактической проверки знаний обучающихся, что негативно влияло на уровень профессиональной подготовки выпускников УИГА. В настоящее время возбуждено и расследовано уголовное дело о совершении преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом», максимальное наказание по которой до 8 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд. Действием посредников также будет дана правовая оценка. Встреча спустя 40 лет, которая не должна была состояться. На малой сцене Ульяновского драматического театра премьера мелодрамы «Тепло» в ноябре. Артисты показали не только пронзительную историю любви, но и порассуждали о вечных темах семьи, поиске себя. Елена и Алекс очень любили друг друга, но в поисках лучшей жизни он уезжает в другую страну, оставив возлюбленную, которую никогда не переставал любить. Спустя 40 лет он, уже успешный врач, возвращается в городок своей молодости и заходит в кабачок у Николы, место, где проходили его свидания с Еленой. Я не виноват в том, что я послушался в своем сердце. Не виноват в том, что у меня был размах. Не виноват в том, что у меня была необходимость свободы, понимаешь, огромность свободы. История Елены и Алекса словно стояла на паузе. И теперь долгие разговоры потерянных десятилетий спрессованы в короткий, но невероятно напряженный диалог. Диалог двух людей, которые не переставали в мыслях возвращаться друг к другу. Главные роли исполнили заслуженные артисты России Елена Шубенкина и Виктор Чукин. Наверное, что-то вскрывается за какими-то репликами, вдруг возникает дополнительный какой-то объем. В результате, когда подобного рода пьесы и подобного рода работа происходит, артисту всегда интересно. А когда интересно, ты начинаешь влюбляться в роль, потому что ты понимаешь, что еще очень многое может быть впереди, открыто. И это доставляет удовольствие и радость, что появилась вот такая пьеса, такая возможность. Молодых Елену и Алекса сыграли Мария Прыскина и Александр Курзин. Также перед зрителями разворачивается похожая драма молодых владельцев ресторана. Другое время – другие обстоятельства, но тот же конфликт. И только благодаря тому, что мы вместе с артистами в застольный период очень глубоко погрузились в этот материал, тогда появилось ощущение, что действительно эта история зазвучит и будет пронзительной. Действительно, это достаточно глубокий материал. Спектакль «Тепло» в ноябре поставили по пьесе болгарского драматурга Яны Добревой. Ульяновскую постановку высоко оценила заслуженный работник культуры России Элеонора Макарова. Она не только перевела пьесу с болгарского. Произведения в ее переводах 7 раз успехом ставились на ульяновской сцене. В преддверии Дня молодежи во Владимирском саду прошел первый городской фестиваль «Танцевальная орбита». Изначально мероприятие задумывалось как флешмоб, но в 2023 году организаторы стали победителями конкурса «Креативный город». Организаторы решили придать масштабы проекту и вышли на городской уровень. Все посетители парка смогли принять участие в мастер-классах по танцам и выучить простую, но зажигательную связку. Есть фраза «Движение жизни» и молодежь именно заряжается позитивом именно в танце. Танец дарит много энергии и позитива. Именно для этого, чтобы также ребята, нынешняя молодежь посмотрели, подумали, может быть им это нравится, чтобы занять себя в дальнейшем именно танцами. Организатором выступила детская школа искусств номер 7. Мастер-классы провели студентки Ульяновского колледжа культуры и искусства. Фестиваль планируется стать традиционным для Ульяновска. От Камчатки до Владивостока. Такая география участников летней школы по Кио-Кусинкай. Тренировочный сбор проходит в Ульяновске впервые. В течение трех дней тренеры с разных регионов страны укрепят свой дух, пройдут практику по ключевым стилям каратэ. Площадкой выбран манеж Ульяновского педагогического университета. О своих ожиданиях от боев спортсмены рассказали Александре Никитиной. В праздник силы духа и тела на татаме вышли десятки тренеров с разных регионов России. Для них поединок – это история преодоления и самосовершенствования. Кио-Кусинкай – стиль каратэ, основанный мастером Масата Цуаямы в 50-х годах прошлого века в Японии, затмил традиционные боевые искусства более техничным и жестким видом спорта. Его особенность заключается в том, что бой ведется с полным контактом без защитного снаряжения. На спортсмене лишь доги, кимоно. То есть у нас есть несколько направлений. Есть техническое направление, когда мы учим ката, то есть это как соревновательная дисциплина и как средство физического воспитания. Есть кумите – это парное взаимодействие, бои. И еще есть направление такое, как оружие, старинное кинавское оружие традиционное. Каждое из направлений спортсмены будут практиковать в течение трех дней. Именно через усиленные тренировки лежит путь от ученика с белым поясом до мастера с черным. Ценности школы строятся на уважении к сопернику, а сила духа превосходит грубую физическую силу. Летний тренировочный сбор по Кио-Кусинкай проходит в Ульяновске впервые. Мы каждый год ездим на школы в разные города, но особенно приятно, когда она дома. И хорошо, что мы сможем дома получить навыки, которые постоянно мы стараемся обновлять. Три дня будет достаточно обширная программа. Значит, будет проходить две тренировки спортивных каждые по три часа. Семинар РУСАДа, судейские семинары, семинары врача спортивной федерации. То есть достаточно насыщенно. Детский блок будет достаточно большой. Программа сборов завершится экзаменом на дан, повышением квалификации до черного пояса. Летняя школа в этом году стала еще одним шагом к популяризации Кио-Кусинкай в России. Сейчас в регионе этим видом каратэ занимается больше трех с половиной тысяч спортсменов. Александра Никитина и Сергей Кудаков. Управда. ТВ. Ульяновским спасателям важна каждая жизнь. Вчера на пульт оперативного дежурного управления гражданской защиты поступил сигнал о застрявшем котенке в автомобиле. На месте спасатели выяснили, что бездомный Пушистик забрался под капот припаркованной машины и угодил в ловушку в моторном отсеке. Трое специалистов провели спасательную операцию и смогли без происшествия вызволить котенка. Но на этом история не окончилась. Вчерашний бездомный Барсик нашел свой новый дом у одного из очевидцев всей истории. Мы пожелаем Пушистику счастливой и беззаботной жизни. А ульяновцам напоминаем, что обо всех происшествиях можно сообщить в Единую службу спасения по номеру 112. Если ты ветеран боевых действий, поступай в резерв и поделись своим опытом и знанием с молодыми. Вступай в боевой армейский резерв страны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok